МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 5 канал. В студии Анастасия Мосина. Подведем итоги недели. Ученики 9-11 классов вернулись с дистанта. Изначально в Канске планировали, что вместе с ними в школу отправятся и пятиклассники. Однако их оставили на дистанционном обучении до конца второй четверти. Продуктовые наборы учащимся, которые должны получать льготное питание в школе, все же выдадут. Соответствующий указ подписал глава региона. В местном управлении образования уже ведут подсчет их количества и стоимости. В детских больницах и поликлинике Каннска обновили компьютерную технику. Теперь медики не будут подстраивать свой график под коллег, так как у каждого свой рабочий компьютер. Запрет на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса продлен еще на год, до января 2022 года. Новые правила должны обеспечить безопасные условия деятельности дошкольных учреждений, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений доп. образования и игровых комнат в торговых центрах. Свыше 400 миллионов рублей потратят на повышение качества теплоснабжения в Каннске около 40, на плановый ремонт теплосетей, еще столько же на установку трех роботокотельных. Оставшиеся средства пойдут на строительство тепломагистрали в зарельсовую часть, рассказали в СГК. Девятилетнего мальчика систематически избивал отец. Следы насилия на теле малыша заметили родственники. Они решили забрать ребенка, но разъяренный родитель устроил на них настоящую охоту. Сейчас делом занимаются правоохранители. И новый виток в истории с избиением девятилетнего мальчика из Каннска. Следователи завели уголовное дело на отца. Его подозревают в истязании сына. Напомним, побои на теле ребенка заметили двоюродная сестра и тетя. Они обратились к медикам, которые зафиксировали многочисленные синяки и ушибы, в том числе и на голове. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице. Отцом занимается следственный комитет. По предварительной версии следствия, подозреваемый, находясь по месту проживания, не желая заниматься надлежащим воспитанием своего девятилетнего сына, раздражаясь от его непослушания, систематически причинял ребенку физическую боль и побои, нанося удары ремнем по голове и различным частям тела. В настоящее время мальчик находится на лечении в больнице. Органами системы профилактики принимаются меры, направленные на изъятие ребенка из семьи. В Каннском районе внесли изменения в устав и приняли бюджет. Произошло это на последней очередной 49-й сессии районных депутатов. Там обсудили два, пожалуй, самых главных документа администрации. Новый устав районной администрации начнет действовать с 2021 года. Эти изменения касались во многом коррупции, то есть лица, замещающие муниципальную должность, это глава Каннского района, председатель Каннского района по коррупции, должен сообщить о конфликте интересов в первую очередь. Ну, собственно, и другие поправки, которые внесены в федеральный закон 131 и 273 о коррупции, также мы вносим в соответствие с законодательством. Бюджет в этом году исполняется по доходам 1 миллиард 142 миллиона рублей, расходы 1 миллиард 143 миллиона, то есть профицит бюджета в этом году 1,450. Принимали бюджет на основании 12 муниципальных программ. Самая большая программа, как и каждый год она у нас, это система образования Каннского района. В 2021 году будем возить, так же, как и в 2020 году, детей из поселка Шахтинский, село Левобережное и село Бережки к школам города Каннска. Это у нас 3, 6 и 18. Бюджет Каннского района в принципе сбалансированный, учтены все расходы по заработной плате, коммунальным услугам. Также на сессии отметили, что бюджет района высокодотационный, доходы собственные, всего 113 миллионов, все остальное – это субсидии и субвенции из бюджета Красноярского края. А вот бюджет Каннска только сегодня вынесли на рассмотрение общественности. Его основные параметры обсудили на публичных слушаниях. Как сообщила руководитель финуправления в проекте бюджета на 2021 год, был сохранен программный принцип формирования расходов, а за основу был взят бюджет текущего года. Проектом бюджета также предусмотрены средства на ремонт уличной дорожной сети города в размере 36 миллионов 372 тысячи, в том числе за счет средств краевого бюджета 36 миллионов 12 тысяч, за финансирование за счет средств городского – 3060. На замену и установку дорожных знаков – 700 тысяч рублей, на нанесение горизонтальной дорожной разметки – полтора миллиона, на организацию остановок общественного пассажирского транспорта – 1 миллион, на выполнение работ по перекрытию проезжей части при проведении общегосударственных мероприятий – 143 тысячи, на содержание автомобильных дорог – общий объем средств составляет 60 миллионов 852 тысячи, краевые средства – 40 миллионов 448, городские – 20 миллионов 404 тысячи, в том числе и расходы на отсыпку дорог – 2 миллиона, на ремонт тротуаров – 1 миллион, на техническое обслуживание и содержание светофорных объектов – 2 миллиона 500 тысяч, на безопасность дорожного движения вблизи детских учреждений, обустройство пешеходных переходов светофора и установку ограждений вблизи детских учреждений – это софинансирование – 200 тысяч рублей. Перейдем к другим отраслям. В 2021 году по отрасли образования в рамках реализации национального проекта образования выделены средства на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 7 миллионов 723 тысячи, софинансирование – 78 тысяч, общий объем средств составит 7 миллионов 801 тысяч рублей, что позволит модернизировать образовательный процесс для более качественного его осуществления. На устранение подписаний контролирующих органов в размере – 7 миллионов 725 тысяч, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 миллиона 182 тысячи, за счет городского – 3 миллиона 543 тысячи. Предусмотрены средства на организацию летнего отдыха и оздоровления детей лагеря «Чайка-Огонек» – 4 миллиона 821 тысячи, за счет городского бюджета – 14 миллионов 832 тысячи, за счет краевого. На проведение мероприятий, походов, сборов, интенсивных школ в летний период – 519 тысяч, на улучшение и обновление материально-технической базы – 200 тысяч рублей, на поощрение одаренных детей города Каннска в размере – 150 тысяч рублей, на развитие учительского потенциала – 150 тысяч рублей. Предусмотрены средства на взнос, на капитальный ремонт общего имущества, на квартиры и домов – 6 миллионов 442 тысячи рублей, обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации – 280 тысяч. Предусмотрены расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 742 тысячи рублей, в том числе 60 тысяч – на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под муниципальными объектами, планируемыми к включению в план приватизации на 2021 год, – 682 тысячи рублей на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под муниципальными жилыми домами. За счет средств краевого бюджета предусмотрено 67 миллионов 102 тысячи на приобретение жилья детям-сиротам. Кроме этого, в бюджете также предусмотрены средства на развитие физической культуры и спорта, развитие культуры, а также на благоустройство города, из которых только свыше 20 миллионов рублей уйдет на реконструкцию площади имени Коростелева. И несмотря на небольшое количество присутствующих в зале людей, вопросов по распределению средств бюджета прозвучало довольно много. Они касались здравоохранения, уличного освещения, дорог, благоустройства и многого другого. Подробнее расскажет моя коллега Татьяна Блинкова. Сразу же после того, как руководитель финансового управления администрации Каннска рассказал обо всех сферах, которые планируют вложить средства бюджета в следующем году, собравшиеся перешли к его обсуждению. Первым свои вопросы задал участник слушаний Сергей Сучков. Мужчина поинтересовался, почему, несмотря на большие ежегодные вложения в освещение города, до сих пор так много темных улиц. Там предусмотрены средства, достаточно большие, на мой взгляд, около 60 миллионов, на электрификацию, то есть освещение города. Но на сегодняшний день, я не знаю, как это предусмотрено программой, но центр города, и центр города, и основные наши улицы. 40 лет октября, Красноярская, Московская и Ленина, по крайней мере, от площади. Ну, мягко говоря, они отвечают требованиям города. Петр Иванец согласился с высказыванием общественного деятеля. Заместитель Головыканска по вопросам жизнеобеспечения, отвечая на вопрос, рассказал, что город сейчас активно меняет обычные лампы на светодиодные, поэтому вскоре улицы все же станут светлее. В пример привел цифры 2020 года. Реконструкцию мы проводим регулярно. За последние два года количество светильников, даже кроме того, что мы построили новое, увеличилось порядка, по-моему, около тысячи светильников. Установили дополнительно, это за счет средств нашего муниципального предприятия. Также Сергея Сучкова интересовала, почему в бюджете не заложены средства на строительство новой поликлиники или хотя бы ремонт старых. Но, как оказалось, вопрос был не по адресу. Этим направлением занимается Министерство здравоохранения. Следующий вопрос коснулся дорог в недавно переданном городу в микрорайоне Солнечном. Дороги, после того, как военные ушли, вообще, дороги ничего не делаются. Ямочный ремонт, больше ничего. Будет заложено в новый бюджет улучшение дорожного покрытия. Тут Петр Николаевич рассказал, что ремонт дорог в Солнечном планировали осуществлять за счет программы «Комфортная городская среда». Но, к сожалению, сделать этого не получилось. В рамках программы можно отремонтировать лишь внутридворовой проезд. Поэтому, что делать с дорогами в этом районе, пока еще решают. Но на текущий ямочный ремонт средства все же заложены. Также в планах в 2022 году благоустроить центральную аллею. Ну и плюс к этому в микрорайон вновь возвращаются военные. «Солнечный» будет развиваться. Сейчас проектировщики приезжали, делают проект для новой воинской части, которая будет размещаться в Солнечном. Соответственно, у них будут строиться казармы, жилье, детские сады, школы. Полностью вся инфраструктура, которая необходима для военного городка. Да, размещаться он будет буквально где сейчас размещаются бывшие казармы. Они будут снесены и будут строиться новые военные города. Произойти это, по словам заместителя главы, должно уже в 2021-2022 году, так как проектировщики очень торопились с разработкой ПСД. Специалистам администрации даже пришлось им помогать в сборе всех технических условий на подключение к инженерным сетям. Также собравшиеся интересовались судьбой набережной реки Канн на правом берегу. Город Каннска будет участвовать именно в краевой программе по выделению средств на благоустройство. Это не комфортная городская среда, это не всероссийская. Еще есть у нас именно краевые сейчас конкурсы. Мы планируем в 2021 году начать проектные работы с учетом того, что если получится, мы очень надеемся этот конкурс выиграть и в 2022 году уже его реализовать. В общем и целом практически все прозвучавшие в зале вопросы касались благоустройства города. Еще участники слушаний интересовались тротуарами, которые находятся в печальном состоянии, генпланом города, привлечением молодых профессионалов в каннскую медицину, строительством новых домов и многим другим. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, где прячут Деда Мороза и Снегурочку, которые приехали в Канн, с каким инвентарем пополнилась спортшкола имени Валерия Стольникова, и покажем, каким было открытие Каннской театральной лаборатории. Не переключайтесь. Уютное кафе «Сёгун». Атмосфера праздника, заряд прекрасного настроения. Остановитесь на мгновение, почувствуйте счастье, радость от встреч с близкими, уверенность в безопасности, а главное – чувство изысканного вкуса паназиатских блюд. Новое завораживающее меню ждет вас. Рамен. Суши. Новая темпура. Кафе «Сёгун». Подари себе сказку. Это Ольга. У нее варикоз. Но она боится операций, разрезов, наркоза и эти шрамы на ногах. А это Даша. Она удалила варикоз лазером в клинике «Варикоза нет». Ждем вас в декабре. Таких цен больше не будет. Быстрый интернет, надежный домофон. Телевизор, телефон, подключайся в Орион. Телефон службы подключений 63-00. От фермы до прилавков всего несколько минут. «Бычок» предлагает большой выбор свежего мяса по вкусной цене, а также колбасы, мясных деликатесов, ежедневные поставки местного производства. Успейте на новогодние скидки и акции. «Северный» 12.1 «Енисейская» 2.1. Каждый день с 12.00 до 6.00 вечера домашний бизнес-ланч от 199 рублей, а полный комбо-обед – 299 рублей. Напитки бесплатно. В Канск приехали Дед Мороз и Снегурочка. Их место расположения администрации города держатся в строжайшем секрете. Журналистов к ним не пускают. Но нам удалось выяснить, что статуи сказочных персонажей, которые совсем скоро установят на центральной площади города, хранятся в городском доме культуры. Сделать сюрприз горожанам помешали соцсети. Там появились первые фото. На них почти трехметровые статуи и другие элементы праздничной локации. Их сейчас монтируют и покрывают краской. Это олени с упряжками и конфетно-пряничная горка. Тем временем в спортивной школе Олимпийского резерва имени Валерия Стольникова обновили инвентарь. Так, за счет сэкономленных в пандемию средств в учреждения приобрели современные пневматические винтовки. Подробности в следующем материале. Теперь в арсенале Каннской школы биатлона на пять винтовок больше. Раньше ребятам приходилось стрелять из пневмата «Байкал». Но по сравнению с новым спортивным оружием он доставляет больше хлопот. Тип винтовки у нас с усиленным поршнем, то есть сила выстрела пули выше, чем у стандартной обычной пневматической винтовки. Также здесь у нас уже непосредственно диоптрика стоит, как в биатлонной винтовке. Все заглушки, само ложе напоминает нам только уменьшенного формата, как биатлонное стрелковое оружие. Благодаря новым винтовкам начинающие спортсмены, можно сказать, с первых серьезных тренировок смогут почувствовать себя в профессиональном биатлоне. Новые пневматические винтовки позволяют более точно попадать в мишени. Тем самым наши спортсмены смогут достичь хороших результатов на соревнованиях. До того, как биатлонистам обновить инвентарь, доходили такие случаи, когда пневматическую винтовку «Байкал» приходилось собирать как конструктор, для того, чтобы снаряд был хоть немного приближенным к оригиналу. Еще мы переделывали винтовочку «Байкал», нашу такую же, перекручивали непосредственно сам ствол, добавляли, получается, он вот тут и такой небольшой конструктор, получается, ложе у нас заказывалось отдельно, то есть тоже приближенное к оригиналу биатлонному, и заказывались в Красноярске такие надствольники. Добавим, помимо винтовок на сэкономленные за период пандемии деньги, в спортшколе приобрели еще и радиостанцию для тренерского состава, а также проведена замена радиаторов отопления на лыжной базе в поселке Строителей. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Тарантино на сцене Каннского театра. Поверить сложно, но сюжет фильма известного американского режиссера Квентина Тарантино «Бешеные псы» попытались воплотить в спектакль местные артисты. Как это было и чем еще запомнится Каннская театральная лаборатория? Репортаж с открытием Валерии Черных. Слушай, парень, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Эти люди, девушки, они рвут жопу, чтобы нам всем угодить. Материал на грани фола. Что может быть экспериментальнее, чем попробовать поставить Тарантино на сцене Сибирского театра? Киносценарий – главная тема театральной лаборатории в этом году. Над эскизом спектакля «Бешеные псы» по мотивам сценария голливудского режиссера работал Никита Золин из Озерска. Почему именно «Бешеные псы»? Потому что, на мой взгляд, она очень театральная отчасти. То есть там все происходит в одной локации, куча мужчин, острые ситуации. Мне просто хотелось попробовать это воплотить на сцене. Почему о киносценариях заговорили в театре? Почему именно на кино театр направил свой взор? Об этом рассказал Павел Руднев, несменный руководитель проекта. В рамках открытия он дал небольшую пресс-конференцию. На самом деле постановки по киносценариям последние 20-20 лет и в России, и в других странах очень популярны. То есть это довольно часто существующая практика в современном театре. Поэтому почему бы не попробовать на этой земле. Двухдневное погружение в эксперименты, новые формы ждет участников проекта. В лабораторных условиях режиссеры, сценаристы, художники и сами артисты создают эскизы будущих спектаклей. Сегодня российский театр просто немыслим без лабораторной практики. Эскизные показы, читки, мастерские и лекции – все это часть театральной реальности. Участница театральной лаборатории Светлана Люльченко каждый год присутствует на показах эскизов. Специально для этого женщина приезжает из Каннского района, чтобы посмотреть, можно сказать, еще на сырой спектакль, а также послушать мнение театральных критиков, что у нее вызывает огромный интерес. Люблю слушать, люблю познавать что-то интересное, что дают. Во-первых, они приносят хороший интересный материал оттуда, с Запада, с Европой, оттуда от нас. Во-вторых, конечно, очень интересна работа актеров, когда вот они делают из них еще этот лепет материал. В эти выходные можно также оценить наброски спектакля «Выпускник» и «Секс, ложь и видео», а также услышать лекцию от Павла Руднева на тему «Зачем искусство нужно обществу». Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Таковы итоги недели. В студии была Анастасия Мосина. Новые сюжеты нашей информационной службы смотрите в понедельник в это же время. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Микрокредитная компания предоставляет займы от 0,1 до 0,65% в день. Сумма займа от 2 до 110 тысяч рублей. Срок займа от 31 дня до 1 года. Без залога. Рефинансируем займы сторонних компаний под 0,65% в день. Адрес город Каннск, улица Уридского, 6, строение 4. Помещение 29, территория базы. Телефон 8-923-578-53-46. Долгожданные скидки от магазина «Столица» 30% на зимние куртки и зимний обувь для всей семьи. Наши адреса – торговый центр «Порт Артур-2», «ЦУМ» и «Дымана-21», а также торговый дом «Восточный квартал». Грандиозная распродажа шуб от Кировской меховой фабрики. Скидки 25%. Эксклюзивные новинки этого сезона ждут вас. Фабричные качества по доступным ценам. Только один день. 16 декабря в ЦУМе, город Каннск. Редактор субтитров А.Семкин